В первую очередь, конечно же, светлые праздники, чувства, прекрасная погода, прекрасное настроение, всё хорошо. Доброжелательность, вера, оно творит чудеса. Вера должна быть, наверное, всегда. И люди, когда теряют веру, тогда начинаются всякие войны. Христос Воскрес! Хоть я и родился здесь, на том берегу, я так, подъезжая сюда, вот, матушке говорю, что я очень редко бывал на этой стороне, больше там, ну, что там, малышом. И подъезжая сюда, я заметил, что-то не совсем бедные люди жили. Или просто аккуратненькие. Домишки у вас такие, домики приличные. И самое главное, ну, может быть, к приезду моему тут, на участках, у вас идеальный порядок. Я даже позавидовал. Оршик для меня такой близкий, тёплый город. Вы знаете, мы в этот день, и вы, прежде всего, молитесь, приходя в храмы и дома, перед иконами, о своём здравии, о здравии ваших близких, ваших родных. Я вас в этом плане поддерживаю. Главное – это здоровье. Как я всегда говорю, будет здоровье, всё остальное мы приобретём, купим. Я специально, выбирая тот храм, в который поехать, приехал в этот, не только потому, что я когда-то родился здесь, на берегах этой величественной древней реки. Но я подумал о том, матушка, что наша река – Днепр. И этот храм Ильи, он объединял всегда наши народы. Это древний, очень древний храм. У нас в Беларуси мало таких. И вот с тех пор, да и раньше, эта река и этот храм объединял три славянских народа, братских. Русских, украинцев и нас, белорусы. К сожалению, сегодня случилась беда по соседству. Но я абсолютно убеждён, что нашими молитвами мы вернёмся к тем временам, когда наши народы будут вместе. Это образ вашего небесного покровителя Александра Невского. Спасибо. Он был удивительным и государственным мужем, и воином удивительным. И потом в конце жизни был монахом и молитвенником за весь мир. Вот, пожалуйста, примите нашу икону. Не намекайте на монашистом. Нет, нет, нет. Это просто ваш покровитель этой его жизни. Так вот, пусть он покровительствует вам во всех ваших делах. И научает. Спрашивайте у него совета, он всегда поможет и всегда ответит. Потому что святые, они же тоже живые, они нам отвечают. Они все живы. Если обращаться к ним, к ним обязательно получаем ответы, обязательно получаем помощь. Спасибо, что пришли. Вместе встретили этот праздник. Спасибо вам. Спасибо. Дай Бог здоровья вам и вашим деткам. Спасибо. Живите долго, не болейте. Спасибо вам. Спасибо.